Врач Андрей Цебденов работает в ковидном госпитале на Пирогово с конца апреля. Все это время, рассказывает, питание медперсонала было бесплатным. В июле работникам сообщили, что теперь за еду надо доплачивать 260 рублей. Многие не поняли, чем это вызвано и не оценили нововведение. Медицинские работники с этим не согласны, что приходится доплачивать за питание. Ситуация такая сложная, поэтому, конечно, есть определенное недовольство в медицинской среде, среди работников госпиталя. Но вот что делать, приходится доплачивать. В такой же ситуации оказался персонал госпиталя на Солнечной. Дело в том, что средства на питание не выделяют. До этого медиков кормили на деньги, которые изыскивала республиканская больница. Предполагалось, что эти затраты будут покрыты. Но, как выяснилось, сделать это некому. Распоряжение Роспотребнадзора, получение питания из общественных мест, оно, в принципе, запрещено. И у нас просто не остается никакого другого выхода. Поэтому, если есть добрые люди, есть спонсоры, то я прошу откликнуться и помочь нашим сотрудникам. Питание сотрудников действительно не включено в программу госгарантий. Но ситуация новая. Раньше медики не закрывались в учреждениях надолго. Поэтому, как быть, еще предстоит решить. Подход становится единым, как для организации деятельности при оказании помощи пациентам в любых других отделениях. Поэтому, естественно, сейчас на оперативном штабе мы этот вопрос поднимем. Будем ждать решения. Но сейчас организовано питание за счет средств сотрудника. Отметим, что 260 рублей – это стоимость четырехразового питания на одного человека в день. Мария Кравцова, Жаргал Цариндашеев. Новости дня. Субтитры создавал DimaTorzok